Приветствую вас, умнито. Давайте разберем о том, что вы написали, значит, вы познакомились с молодым человеком, вот, и 3 месяца до 3 месяца, точнее, уже не можете его забыть. Все время о нем думайте, смотрите на его фотографию в социальной сети, и не можете забыть. Смотрите, значит, ну, во-первых, вы говорите, что вы виделись с ним один раз, и он у вас прочно засел в голове. Есть такое явление, как imprint. Вы можете решить этот термин в интернете самостоятельно, я вам только скажу в общих словах, что это за впечатление. То есть, когда некий образ, такой образ собирательный, в некотором смысле этого слова, вот, некий образ, он вызывает сильные достаточно эмоции, сильные достаточно чувства. Вот. Ну, более сильные, что ли, чем, например, это должно вызывать, да? То есть, ну, вот, я думаю, вы согласитесь с тем, что не должна одна встреча, а вызывать такие вот мысли, такую реакцию у вас на молодого человека, да, на мужчину. Как это происходит у вас? Что у вас это произошло, вы один раз увидели, и всё, у вас, вы начали о нём постоянно думать. Я не говорю, что это плохо, обязательно, не хочу сказать, что это плохо, я хочу сказать только о том, что, в общем-то, это imprint. Вот. То есть, это либо всё это из прошлого, некий собирательный образ, то есть, как-то вот вы себя с мужчиной почувствовали, что вернуло вас в определённом времени назад, и вы хотите теперь туда. Потому что идут незавершённые, непрожитые до конца чувства, они до сих пор вас тревожат. Либо речь идёт о ваших желаниях, о ваших потребностях, которые вы пытаетесь реализовать. Это тоже очень важный, мне кажется, момент, это тоже, мне кажется, очень важная история. Вот. И вам в любом, в любом абсолютно случае нужно на этом заострить своё внимание. Почему, почему мужчина вызывает у вас такие чувства, да, почему вы о нём постоянно думаете, вот. У этого есть причина в любом случае, у этого есть причина в любом случае, у этого есть основания, вопрос только в том, какие, какие. Дальше. Вы говорите о том, что он боитесь признаться ему в своих чувствах, я бы вот, собственно, хотел бы вас спросить, в каких, в каких, в каких чувствах вы боитесь ему признаться, потому что, ну, вот именно какие чувства вы испытываете к мужчине, что это за чувства, ну, он вам нравится, вы в него влюблены или что. И, понимаете, вот ключевой момент здесь в том, что вы боитесь ему признаться, вы боитесь ему признаться, вы боитесь ему сказать о том, что вы чувствуете, потому что ваши чувства не взаимны, как вы говорите. И, мне кажется, это очень важная история, потому что, разве имеет значение взаимны ваши чувства или нет, если вы что-то чувствуете как мужчина. Это вот точно, что я хотел, хотел вас спросить. То есть, почему вы считаете, что чувства, они должны быть взаимны здесь? То есть, получается, что для вас чувства имеют значение тогда, когда они взаимны. Если они не взаимны, то это очень плохо. И как-то вот вас это не красит. Ну вот, по вашему мнению. Вы, судя по всему, также чувствуете страдания в некоторой степени, то есть вам плохо. И, мне дух думает, что это тоже надо разобрать, из-за чего вам плохо, почему вам плохо. То есть, как вы приходите к тому, что вам плохо. То есть, то, что вы чувствуете, это, ну, нужно посмотреть, насколько это естественно, но мужчина, в принципе, мог вам понравиться. Ну вот, другое дело, что, то, что вы постоянно думаете, говорят про то, что слишком много с ним связано ваших желаний. И все эти желания, желания, они связаны с вами. То есть, вы хотите что-то для себя, вам что-то, ну, какие-то свои проблемы, свою, точнее, проблему вы хотите решить. Это не хорошо, это не плохо, это факт. И очень важно для вас понять, какие именно, какие именно желания вы удовлетворяете. То есть, чего вам не хватает именно вашей такой вот, ну, повседневной жизни. Понимаете? Это штука. Вот. Поэтому, я думаю, как-то так, я думаю, как-то так, как-то вот так. Что касается того, чтобы забыть человека, то, что я думаю, это невозможно. Забыть что-либо невозможно. Это находится в, ну, в вашем сознании. То, что вам хочется, то, что вам нужно, ну, и с памятью ничего убрать нельзя. А, изменить отношение к этому и начать по-другому воспринимать это, это вполне реально, вполне можно сделать. Вот. Для этого нужно с вами пообщаться и решить историю вашей жизни и помочь вам лучше понять себя и, собственно, то, что с вами происходит. То есть, глобально я выделил бы, ну, несколько, несколько моментов. Первый момент – это интенсивность. И второй момент – это потребностная сфера, которая пытается реализовать себя вот в том числе через любовь, через чувства. И некий внутренний конфликт, связанный с тем, что вы боитесь отказа. Страх отказа. Страх быть ответственной, он имеет место быть и с детства, как правило, не всегда, но как правило. И, в общем-то, то, как вы приходите к тому, что если вам отказывают, вы будете думать о себе хуже, нужно разбирать, исследовать, пытаться понять. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за оценку в качестве лучшего. Желаю вам всего доброго, удачи, надеюсь, что ситуация разрешит самым лучшим образом, и вы все-таки найдете себя, и не будете так переживать. Удачи! Удачи! Удачи!